Доброе утро, уважаемые коллеги трейдеры! Мы рады вас приветствовать на очередной торговой сессии вторника. С вами компания А-Маркетс, меня зовут Виктор Паньков. И мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. С июня месяца у нас стартует набор группы на обучение по той торговой системе, по которой я торгую и даю еженедельные аналитические обзоры. Поэтому, если вам интересно стать профессионалом и узнать больше о данной торговой системе, как именно я ее использую и как можно сделать ее эффективнее, пожалуйста, заходите на сайт А-Маркетс, заполняйте форму и, соответственно, попадайте ко мне на обучение. За какими-то конкретными вопросами, может быть, узнать более подробно, вы можете обратиться лично ко мне по контактным данным. Итак, ну, либо оставить сообщение под данным видео. Так, начнем наш разбор традиционно с индекса S&P 500. Сейчас, как мы видим, индекс у нас немножко заперся в небольшом флете, не пускают его наверх. Было уже несколько попыток пробить локальный максимум, но глобальный у нас пока что остается недостигнутым. Цели вверху все еще актуальны, несмотря на то, что мы оттестировали ближайшую цель по нашему циклическому движению цены, есть еще более дальняя цель, это 42.61. Поэтому в ближайшее время будем рассчитывать на достижение ценой данного уровня. Ближайшие цели по коррекции и уровне поддержки – это 42.04 и 41.90. Фундаментальный фон пока ничего нам не говорит по поводу резкого снижения индекса S&P 500, поэтому будем рассчитывать на продолжение восходящего движения. Далее, евро-доллар. По евро-доллару, как мы видим, мы с вами продолжаем двигаться в рамках нисходящего трендового канала. Сейчас пока что цена дала небольшую коррекцию, и я рассчитываю, что либо с текущих позиций, либо от уровней поддержки 1.2160, 1.2140, мы все-таки добьем наши недостигнутые цели в восходящем направлении. Это у нас будет циклический диапазон 1.2250, 1.2259. Конечно, мы уже были возле этих целей, но для того, чтобы нам окончательно пойти в нисходящем направлении, необходимо все-таки их добить. Фундамент, конечно же, сейчас выступает на стороне европейской валюты, сигнализируя нам о слабости американской валюты, и мы с вами как-то говорили на прошлой неделе о том, что мы можем скорректироваться, достигнув, добив нижние зоны ликвидности. Ну, собственно, так и произошло, как мы видим. Четко от нижней зоны ликвидности на нонфарме мы отскочили. Поэтому сейчас логично подождать, когда восходящее движение будет полностью закончено, и после этого можно будет уже говорить о каких-то сделках в шорт. Ну, а пока что придерживаемся сценария в лонг от указанных позиций. Фунт-доллар. Пятничный нонфарм не внес никакой конкретики в движение данной валюты, только мы продолжили флетить. Флет этот уже достаточно длинный. У нас есть зоны ликвидности новые. Ну, а по поводу старых зон ликвидности они отработали прекрасно. Напоминаю, что мы говорили с вами вот в этот момент, что есть тенденция к нисходящему движению. Здесь у нас была и граница флетового диапазона, и зона ликвидности. И, как видим, прошли мы четко до нижней границы. Профит состоял порядка 140 пунктов. Я поздравляю всех, кто воспользовался данной информацией. Вы должны быть в очень хорошем плюсе. Сейчас у нас движение с вами неоднозначное. Есть вроде как и тенденция нисходящая, есть тенденция восходящая. Но непонятно, куда же все-таки пойдет цена. Поэтому работать мы с вами будем от границ флетового диапазона. Вверху это уровни 1.42.20 и диапазон 1.42.38, 1.42.55. А снизу это уровень 1.40.80 и диапазон 1.40.61, 1.40.32. Далее доллар, японская иена. Мы достигли верхнего целевого диапазона. В принципе, после этого, как видим, неплохо так сходили вниз. И сейчас нам цена рисует что-то вроде восходящего трендового канала. Поэтому придерживаться мы пока будем именно этой тенденции. Но здесь есть один нюанс. Все-таки, если рассматривать последние срывы цены, как мы видим, вот этот срыв цены, он полностью был перебит по следующим, произошедшим как раз на нонфарме. Поэтому вполне возможно, что сейчас интерес к японской иене в связи с ослаблением американского доллара будет повышенный. Поэтому стоит рассмотреть основной сценарий. Это снижение данной валютной пары с пробоем нижней границы трендового канала и движением к нижней зоне ликвидности. С текущих позиций я бы, наверное, не рекомендовал принимать какие-то решения. Лучше все-таки дождаться конкретики. Это либо у нас будет уровень сопротивления 109.666, либо 109.916. Вот от этих уровней можно уже какие-то решения принимать. Либо это будет у нас паттерн 1.2.3, то есть пробой локального минимума и движение в нисходящем направлении. С текущих позиций, в принципе, мы плюс-минусы должны прийти в нашу нижнюю зону ликвидности. Но ближайшая цель, где рекомендую зафиксировать часть позиций, остальное перевести в безубыток, это 108.836.108.906. Такой у нас сценарий текущий по доллар-иене. Далее. Доллар-канадец. По доллар-канадцу продолжаем мы находиться в среднесрочном флете. Пока что цена не показывает никаких идей по дальнейшему движению. Тренд у нас продолжается нисходящий. Но, тем не менее, мы находимся уже в таком дне, что я бы все-таки рассматривал больше движения в восходящем направлении, нежели в нисходящем. Но что поделать? То есть, укрепление канадца, несмотря на слабость экономики, сейчас поддерживают цены на нефть, плюс ослабление американской валюты. И вот так эта пара болтается в дне в среднесрочном флете и никак не может определиться с дальнейшими действиями. Поэтому мы с вами здесь будем рассматривать основной сценарий. Это все-таки выход из флета в восходящем направлении. Вариантов выхода здесь достаточно много. Те границы, те идеи, которые мы с вами ранее рассматривали, ну, как видим, они плюс-минус отработали. То есть, в принципе, с небольшой погрешностью мы пришли к верхней границе, немножко до нее не достали. После этого сделали коррекцию. Поэтому сейчас с текущих позиций рекомендую рассматривать движение в восходящем направлении. И ближайшая цель это верхняя граница и срыв вот этих стоп-лоссов, которые находятся чуть-чуть за той границей, которую мы нарисовали. Но если мы вот так прочертим, то видим, что как раз они будут находиться ниже. Это у нас уровень 1.21.39. Но уже после того, как мы сорвем эти стоп-лоссы, здесь можно будет сделку перевести в безубыток. И после этого дождаться достижения нашей циклической цели 1.2197, 1.22.126. В случае движения в нисходящем направлении еще одним уровнем для принятия решения будет 1.20.50. Ну а если мы пробьем и этот уровень, тогда будем ждать, когда цена дойдет до нижних своих циклических целей. Это 1.20.0, 1.20.11. Далее. Доллар-франк. По данной валютной паре, как мы видим, явно прослеживается восходящее трендовое движение. Не сильно оно интенсивное, но тем не менее. Здесь ситуация у нас неоднозначная. С одной стороны, мы вроде как должны сейчас, исходя из последнего срыва цены, смотреть больше в южном направлении. Плюс слабость американской валюты на это указывает. Но, как мы видим, цена у нас практически подходит к нижней границе трендового канала. Плюс здесь рисуется неплохая такая дивергенция. Поэтому я все-таки думаю, что с текущих позиций мы с вами немножко оттолкнемся, сходим в восходящем направлении к одной из зон сопротивления. То есть это либо уровень 1.90 ровно, либо 1.9021. А отсюда уже пойдем непосредственно в нисходящем направлении. Такой сценарий, мне кажется, наиболее вероятным. Ближайшая цель снизу 0.8928-0.8935. Я подожду еще немного, когда цена проколет нижнюю границу трендового канала, нарисует ложный пробой. И после этого буду открывать сделки в лонг. Но здесь уже буду фиксировать свою прибыль и открывать сделки в шорт. То есть пока сценарий по доллар-франку именно такой. Также напоминаю о том, что сделки в шорт при таком уже достаточно продолжительном тренде лучше открывать с минимальным стоп-лоссом. Для того, чтобы если вдруг произойдет разворот, он будет скорее всего очень резким, очень интенсивным. Чтобы вы не тянули большие убытки. А сразу же у вас была возможность перевернуться и зайти в сделку в противоположную сторону. Австралиец доллар. Двигается в рамках нисходящего трендового канала. Как видим, движения здесь также достаточно интенсивные. И сейчас у нас здесь идея с вами следующая. Мы рассматривали идею пробоя трендового канала и движения в восходящем направлении. Сейчас пока что у нас сценарий немножко меняется в связи с тем, что мы остались в рамках трендового канала. Поэтому с текущих позиций рассматриваю движения в нисходящем направлении к одному из уровней поддержки. 0.7713, 0.7687, отсюда уже буду рассматривать дальнейшие восходящие движения. В случае, если у нас цена нарисует что-то типа вот такого паттерна, то есть у нас произойдет отскок от уровня глубокой коррекции, но мы закрепимся ниже уровня минимальной коррекции, тогда я уже буду пересматривать свои решения по данному активу в сторону шарта. Ближайшая цель здесь будет в районе диапазона 0.7654, 0.7663, ну а более дальняя это структурное движение, котировка 0.76370, нижняя граница трендового канала. Пока что здесь это основной сценарий. Также не забываем, что по старшему таймфрейму у нас цели находятся внизу, здесь же у нас неотработанная зона ликвидности, поэтому шанс, что мы именно пойдем в эту сторону достаточно велик, то есть много факторов за это выступают. Далее, новозеландец доллар. По новозеландцу, как мы видим, из треугольника мы пытались выйти в нисходящем направлении, затем все-таки вернулись в треугольник. Ну вот эта линия, она уже здесь более не актуальна, цели внизу у нас не отработаны. Мы буквально чуть-чуть с вами не дотянули до уровня 0.71198, а рассматривали мы с вами, напомню, сценарий, то есть движение до линии поддержки, затем коррекцию и пробой линии до вот этого уровня. Ну, как мы видим, мы линию прошили полностью, практически долетев до нужного нам ключевого уровня, затем уже развернулись и отыграли свои позиции. Сейчас идея здесь следующая. Исходя из последнего срыва цены, рассчитываю на то, что цена в ближайшее время пойдет в восходящем направлении, но перед этим сделает коррекцию к одному из ключевых уровней 0.7191, 0.7166. Отсюда буду уже открывать сделки в лонг с целью в диапазоне 0.7282, 0.73095. Также, если здесь будет нарисован паттерн наподобие того, про который мы говорили на паре австралиец-доллар, то я пересмотрю свои решения и в случае повышения волнового уровня, то есть пробоя вот этой вновь образованной вершинки, буду открывать сделки в сел, то есть в шорт, с целью в диапазоне 0.7073, 0.7090. Далее, золото. По золоту шикарно отработал наш сценарий. Я надеюсь, что кто-то из вас воспользовался данной торговой идеей. Мы аккурат вот здесь с вами говорили о том, что есть у золота тенденция к тому, чтобы сейчас упасть и отработать нижние зоны ликвидности. На тот момент, когда было записано видео, я уже открывал сделки в шорт, и профит составил порядка 450 пунктов, что очень даже неплохо. Надеюсь, кто-то из вас заработал. Ну, те, кто заработал, я их, естественно, поздравляю. Так, чего ждать от золота сейчас? Ну, смотрите, после такого мощного безоткатного движения, все-таки какой-никакой откат мы сделали, этот откат по своей структуре получился больше, чем любой другой на пути следования золота, поэтому можно сказать, что ликвидности сейчас у данного инструмента достаточно для того, чтобы продолжить движение в восходящем направлении. Поэтому с текущих позиций через паттерн 1, 2, 3, либо после движения к одному из ключевых уровней поддержки 1882.50-1872.25 мы рассматриваем движение в восходящем направлении. Ближайшая цель в районе 19.19-19.22, более дальняя цель это 1945.06. Пока что это наиболее вероятные сценарии по золоту. Можете контролировать этот процесс через размерности коррекции. То есть берем размерность коррекции, которая у нас была, подставляем ее на ближайшую вершинку и видим, что буквально чуть-чуть мы не добили, но в целом можно сказать, что данная коррекция уже состоялась. Поэтому в дальнейшем мы будем ждать такую же коррекцию и после этого открывать сделку в лонг по нашей структуре движения цены. Также обращайте внимание на дивергенции. Золото очень хорошо отрабатывает эти математические элементы, поэтому вполне возможно, что вы найдете более удачную точку входа. Серебро. Серебро так же, как и золото, прекрасно отработало наш сценарий. Говорили мы о том, что вот-вот должны спуститься, поскольку находились в районе верхней зоны ликвидности. Ну и, как видим, снижение у нас состоялось. Отличный профит мы получили. Здесь отработали одну зону ликвидности, вторую буквально чуть-чуть не достали, но здесь есть один нюанс. Можно считать нижнюю зону оттестированной, несмотря на то, что... Сейчас покажу. Здесь, ну, как видим, буквально чуть-чуть у нас не хватает до границы, но эту зону мы с вами строили по тени. То есть по вот этой тени она была построена и когда такая большая тень рисуется, это говорит о том, что, возможно, очень большая погрешность. Поэтому, если мы даже в половину эту тень обрежем, то можно будет считать эту зону оттестированной. Поэтому сейчас по серебру, так же, как и по золоту, мы рассчитываем на то, что ликвидности здесь достаточно и цена будет двигаться в восходящем направлении. Либо с текущих позиций через паттерн 1, 2, 3, либо после подхода к одному из ключевых уровней 27, 53, 27, 32, мы рассчитываем на продолжение восходящего движения с целью в диапазоне 28, 17, 28, 27. Зон ликвидности сверху у нас пока что с вами не наблюдается. У нас есть вложенный день, вновь образованный вот здесь, но, как видим, эти зоны ликвидности, которые у нас вновь образованы, они лежат точно в рамках наших целей, которые мы себе наметили. Ну, а более дальние цели снизу, они уже лежат чуть-чуть подальше. Здесь же вы можете себе отметить более дальнюю цель. Это вот этот диапазончик 28, 76, 28, 90. Его можно использовать как ориентир при пробое данного диапазона ликвидности и от него уже смотреть какие-то коррекции к предыдущей зоне. Далее. Нефть марки Brent. Сейчас мы пока что зависли в небольшом флейте. В принципе, цели наши мы выполнили. Говорили о том, что продолжим движение в восходящем направлении до ближайшего ключевого диапазона. Структурно по повышению мы также отработали практически идеально, без погрешности спустились вниз на 144 пункта. И сейчас здесь наступает такая небольшая пауза по данному инструменту. Обратите внимание, то есть мы прошли и застряли во флете. При этом у нас есть некий флетовый диапазон, который был образован ранее. И глобально это восходящий тренд. Соответственно, сейчас здесь, если рассматривать стандартный сценарий поведения цены, наиболее вероятен следующий исход. То есть цена пройдет немножко вверх, при этом не обновит локальный максимум, спустится вниз, пробьет флетовый диапазон, оттестирует верхнюю границу большого флетового диапазона, затем закрепится ниже границы малого флетового диапазона и пойдет в нисходящем направлении, вот по такому примерно сценарию, и на глобальное снижение. Это такой наиболее вероятный сценарий, который сейчас возможен, который я конкретно вижу. Ну а вы можете для себя принять решение, подходит он под ваши идеи или нет. Ближайшие уровни поддержки 68,91, 67,30. Более того, возле каждого этого уровня поддержки у нас есть циклический диапазон, поэтому коррекция здесь может легко перерасти в полноценную смену тенденций. Тем не менее, в рамках восходящего тренда у нас цели вверху все еще есть, но это цели уже супер дальние, это котировки, получается, 74,78, 76,72. Они уже находятся практически на границе, и даже выше границы среднесрочного флетового циклического диапазона, который мы с вами рисовали ранее. И здесь я уже не уверен, что в данном цикле восходящего движения нефти хватит силы для того, чтобы достигнуть этих целей. Обратите внимание, что сейчас мы находимся в рамках, вблизи максимума, который мы отрисовали 8 марта. При этом у нас мощнейшая дивергенция на осцилляторе АВСОМ, поэтому я больше склоняюсь к тому, что сейчас цена пойдет в нисходящем направлении. Ну, естественно, после небольшого подъема. То есть, вот примерно по такому сценарию. Ну, посмотрим, как он отработается. Так, и доллар-рубль. Доллар-рубль, наверное, единственный инструмент, который, несмотря на нисходящий характер движения, я продолжаю рассматривать в лонг, ну, поскольку в какое-то долгосрочное укрепление рубля я попросту не верю. Ну, не знаю, в моем понимании инструмент, который растет, имеется в виду доллар по отношению к рублю на протяжении уже 20 с лишним лет, шортить, ну, как-то, наверное, не очень. И любой откат, это скорее сигнал к тому, что можно по более выгодным ценам этот инструмент купить. Тем не менее, мы продолжаем по размерности старшего таймфрейма снижаться. Практически чуть-чуть нам остается до целевого диапазона. И те, кто еще не принял решение войти в сделки, я рекомендую вам все-таки дождаться уже достижения данного диапазона и здесь искать сигналы на разворот. Основной сценарий наш будет это именно повышение. Здесь по размерности нам есть куда идти, но уже движение по данной размерности даст нам сигнал к тому, что мы действительно поймали этот разворот и дальше будем либо пирамидить нашу позицию в направлении тренда, либо просто работать какими-то короткими сделками, фиксируя прибыль. Но я считаю, что после такого снижения здесь можно будет ждать каких-то более серьезных подъемов, нежели это было раньше. Все-таки линия поддержки здесь достаточно тоже серьезная и разворот может быть даже с перспективой на глобальный перехай. Так, и по просьбе подписчика нашего разберем пару евро-иену. Эта пара не является моей какой-то любимой, я ее не торгую вручную, у меня торгуют несколько роботов на данной паре, поэтому сейчас, наверное, в прямом эфире просто разберем, что здесь можно вообще посмотреть. Ну, какие-то построения у меня здесь уже есть, но сейчас как-нибудь разберем более подробненько. Итак, давайте начнем, наверное, с глобальных каких-то позиций. Глобально мы видим, что у нас здесь явно восходящий тренд. Давайте построим трендовую линию. Так. Вот такая трендовая линия поддержки у нас получается. Ну, конструкция волновая здесь явно не усеченная, поэтому цели циклические мы будем с вами искать вот таким образом, то есть через сетку Fibonacci. Ну, как мы видим, одну цель мы уже отработали, но от нее коррекции толком не получили. А следующая цель, даже долгосрочная получается, потому что дневной таймфрейм, она находится достаточно далеко, на котировках 140.597, 140.957. Далее посмотрим, что нам говорит коррекция. Если смотреть по коррекции, то ближайшая цель находится в районе... А, ну вот она как раз и есть, ближайшая цель. 135.906, 137.195. Так. Ну, а теперь посмотрим, где у нас находятся уровни поддержки. Уровни поддержки долгосрочные находятся на котировках 128.681, 125.993. Но здесь меня действительно смущает один момент. Если это дневной таймфрейм, то, извините, у нас уже настолько здесь дикая дивергенция. Вы посмотрите только. Раз. Вот здесь она началась. Два. Дальше. Три. Четыре. Пять. Ну, это капец, конечно, товарищи. То есть, здесь уже такое... Такой... Как это назвать? Такой потенциал снижения, что, мне кажется, когда мы полетим вниз, это будет даже, наверное, пожёстче, чем вот здесь. То есть пожёстче, чем 2200 пунктов. Поэтому, ну, если на долгосрок рассматривать, то я бы, наверное, сейчас уже не стал залетать в ланги. Я бы всё-таки дождался какого-то сигнала и принимал решение по поводу входа в сделку в сел. Ну, давайте теперь локально разберёмся на рабочем таймфрейме, на часовике, что у нас здесь есть. У нас есть уровень поддержки, который мы буквально вчера тестировали, но от него отскочили. Поэтому сейчас здесь у нас идея будет с вами следующая. Ну, здесь есть что-то наподобие паттерна голова-плечи. Вот он формируется. То есть можно рассчитывать на то, что мы уйдём с вами вверх на вот такую размерность следующую. Это у нас будет уровень 133,550. При этом здесь мы можем рассмотреть вот такой характер движения. И по сетке Fibonacci это у нас будет уровень сопротивления 133,411, 133,678. Ну, здесь я бы рекомендовал эту зону просто выделить и посмотреть, куда же мы всё-таки придём. Если смотреть по максимальной цели, то мы можем даже уйти за вот эту область, которую мы отметили. Так. Ну и характер движения. Здесь дивергенцию мы, можно сказать, отработали. Локальную. Среднесрочная дивергенция. Она здесь также присутствует, но она превратилась в согласование. Так что она здесь уже более не актуальна. Так. Ну, поэтому здесь я бы рекомендовал следующий сценарий. То есть пока рассматриваем краткосрочно движение в восходящем направлении, а среднесрочно рассматриваем снижение. То есть вот такой сценарий по евро и иене. А если смотреть границы, то есть именно потенциал снижения, то здесь давайте его измерим как минимум вот так. То есть это, наверное, первая будет у нас граница, откуда цена может оттолкнуться. Так. А вторая граница? А вторая граница, скорее всего, будет находиться очень далеко, потому что здесь, благодаря вот этим срывам цены, здесь, ну, толком не за что даже закрепиться. И она у нас будет находиться примерно вот здесь. Сейчас посмотрим, насколько это совпадает с целями. Ну да, то есть цикл... Структурная цель находится немножко ближе, чем циклическая, поэтому... Ой, так... Не то. Поэтому все-таки обращайте на это внимание. Ну, опять же, это кросс-курсовый инструмент, поэтому здесь надо смотреть на фундамент со стороны и европейской валюты, и японской иены. Но пока что мне видится вот такой сценарий наиболее вероятным. То есть движение в восходящем направлении до вот этого диапазончика, а затем движение в нисходящем до цели 132.322. Ну что ж, это все торговые идеи на сегодня. Надеюсь, вам понравилось данное видео и было для вас полезным. Надеюсь, из текущих торговых идей, которые я озвучил, вы тоже хорошо заработаете. Желаю вам профита, хорошей торговой недели. Пока.